Кино, театр и интернет Кинотеатр на Радио 13 Ес, друзья, если вы слышите эту музыку, значит рубрика Радио Театр объявляется на сегодня открытой И сегодня у нас, Ян, ну вот видишь как получилось, все взаимосвязано Я поняла, друзья, вы предугадали Да, мы предугадали, и ну тогда, если все готовы, то можно начинать Кстати, спасибо Яне, что привезла мне очки Пожалуйста, Игорь Ты вовремя Я знала, я торопилась Ты знала, что я буду читать? Да Итак, Ян, ну давай начинать что ли уже В очередной прекрасный солнечный день возле овощного рынка с остановки Отходила знаменитая маршрутка под управлением водителя первого класса Ибрагима Ашотовича И не все знали, во что оборачивается столь неповторимая поездка Друзья, я вас поздравляю, потому что вы попали в маршрутку В маршрутку, где надо платить деньги Платишь, отвечаешь на вопрос Едем Платишь, не отвечаешь на вопрос Не едем Итак, внимание, первый вопрос Кто исполняет эту песню? А, я не понимаю, что за безобразие Я два часа проторчала на рынке, чтобы торговаться за свои любимые патиссоны А теперь я не могу попасть домой из-за этого безумного водителя Я буду жаловаться Эй, девушка, зачем ругаешься? Пусть человек выскажется Видимо, накипело за целый день работы Кстати, эту песню исполняет Фрэнк Синатра И это правильный ответ И мы едем дальше Крутым, увертым А, значит так Мне остановите на проспекте Мира, дом 8 Конечно, остановим Только в начале вопрос второй А-а-а, слушайте, немедленно прекратите, остановитесь здесь, я прямо сейчас выйду Кто исполняет эту песню, ты мне лучше скажи Скажи, потом выходи Останови, а потом уже скажу Девушка, это же просто, ответ лежит на поверхности, могу сделать подсказку А вас, молодой человек, никто не спрашивал И вообще, у вас очень, это, внешность подозрительная Я вас могла где-то видеть? Если только в самых эротических снах Хам Зачем кричишь? Так же можно нервы себе расшатать Вон какая красивая, а кричишь Набила себе все сумки патиссонами, ай-яй-яй А ответить не можешь на вопрос, это же Хулио Иглесиас И правильно, едем дальше, крутим, вертим Так, все, вот вам тысяча рублей, и я не буду отвечать на ваши дурацкие вопросы Выпустите меня! Ладно, ладно, не надо прокричать, надо сразу деньги давать И тогда крутим, вертим, едем дальше Фу, слава богу, она вышла Все, я в следующий раз не участвую в твоих играх Я почти спалился, в прошлый раз хорошо, что я был за рулем Эй, брат, это же золотое дно, кстати, вот твои пятьсот рублей Нет, все, сказал нет, значит нет Вернемся на рынок Эй, смотри, к нам пассажир бежит Ну ладно, давай еще разок Включай свою шарманку Ай-яй! Ай-ля-ля! Ес, друзья Ес, рубрика радиотеатр состоялась Давайте аплодисментами ее Проводим Поприветствуем Не знаю, что с ней сделаем Слава богу, я вышла из маршрутки Конечно же, Игорь, первый вопрос А как тебе эта рубрика? И как ты ощутил себя в качестве Тараса Эдуардовича? Ну, трудно было подобрать к нему голос Я так и так и сяк Не мог понять, кто он такой-то, Тарас Эдуардович Вот, вроде бы как друг, а вроде бы как и не друг Или родственник этого водителя кавказской наружности Зато получилась многогранная личность Ну, да, наверное, может быть загадка А песню он... А-ля-ля-ля-ля-ля А-ля-ла-с-аля А-ля-ля-ла-ля Вот такой он Я думаю, что Хулио Иглесиас очень сильно жалеет, что у него нет такой песни в его репертуаре А-ня, а Фрэк Синатора нет, что ли? А-а-ха-ха-ха Так это же Фрэк Синатор, по-моему, да, песню про Валю? А-ля-ля-ва-ля Ну что ж, по-моему, очень здорово Вот, на самом деле, слушатели, которые вот слушали вот это вот все дело Говорят, что очень жизненный текст был Ну, друзья Видимо, они попадали Может быть, это и были мы Пошучиваем тогда После рынка Ну, не знаю, ребят, может быть Ты с нами должна ездить Ой, друзья, продолжаем Кинотеатр на Радио 13 Кино, театр и интернет